Всем привет! Сегодня мы на канале Артём Мик. И сегодня мы с вами поигрываем в игру Майнкрафт. И сегодня я вам покажу две станции парка культуры Сокольнической и Кольцевой линии. Погнали! И первая станция у нас парка культуры Сокольнической линии. Ну да, эта станция была открыта 15 мая 1935 года в составе первого участка Московского метро. На моём метро туда идёт в сторону станции Кропоткинской, а туда в сторону Фрузенской. Туда у нас имеют переход на Кольцевую линию. Я вам покажу позже. Вот тут у нас какие-то мешаются колонны, но когда-нибудь я переделываю станцию и буду всё в порядке. Или могу переделывать такие столбы. Я бы могу переделывать, если что. У меня будет три блока, значит, будет. Вот. Да, три блока. Если что, когда-нибудь переделываю. Так, станция парка культуры. Эта станция не похожа. Тоже, я у меня с белым бетоном не сделаю. Так, пол. А светильники у меня такие же, как то. Я в Москву Французскую. У тебя у нас вообще всё похоже. Да, колонны, как много другие. Да, да. Вот, вот, да, такие тоже голоса. Как выглядит станция парка культуры в реальной жизни? Вот так выглядит станция парка культуры в реальной жизни. Ну, она такая же тоже, но только... Тут у меня из белого, у меня тут и скварсы сделано, но... Но в реальной жизни тут и скварсы сделаны. И переход на кольцевую линию у меня тут через выход в город. А у меня... По-другому немного. Да. Да, светильники похожи. Только... Это год ещё, наверное, какой старый ещё, наверное. Да. Вот такая вот эта станция выглядит. Ну, тут у нас всё по-старинному как-то, да. Тут раньше были такие светильники. Ну, а потом закрыли станции, светильники вот эти вот. Да, потому что в 2010 году был на этой станции взрыв, на Мирново. Взрыв красной стрелы на станцию Лубянка и Парк Культуры. Вару всё взрывалось. Ну, да. Посмотрите, пожалуйста, видео, которое называется... Взрыв красной стрелы на станцию Лубянка и Парк Культуры. Посмотрите, пожалуйста. За это видео вы можете написать в комментариях. Да. Вот мы сейчас зайдём с вами и в Майкл. Ну, всё, я вернулся. Теперь мы пошли на станцию Парк Культуры Кольцевой Линии. Вот такой у нас теперь ход свой. Это станция Парк Культуры Кольцевой Линии. Но эта станция тоже такая же не похожа. Эта станция была открыта 1 января 1950 года. Эта станция, когда составила участок Парк Культуры Курска. Но я постой, когда у меня будет станция Павелецкая Московская, то завтра постой и сниму я вам обзор. Да вот такая станция. Туда идёт в сторону станции Октябрьская. Ах, удалил. Туда идёт в сторону станции Октябрьская, а туда в сторону станции Киевская. Светильники вот такие же похожи. Только не говорите, пожалуйста, мне это. Ну, сюда вам ведь переход на Сокольцевскую Линии. Я вам же показывал переход вам. Ну, да. Так. Вот сюда у нас, да. Но тут может даже образец и докурдичь у нас тоже есть написанку после до станции. Ну, да. Вот тут тоже станция не похожа. Тоже сделан пол из белобетона. Тут должны быть рисунки, панно располагаться. Тут должны быть маленькие такие рисунки. Но тут меня не поставил. Но когда-нибудь буду зареконструировать станцию Дрон. Ну, да. О, да. Как выглядят станции Парк Культуры в реальной жизни? А вот так выглядят станции Парк Культуры в реальной жизни. Ну, она тоже такая же имеется, как и на Сокольцевской Линии. Только эта пиломая станция уже глубокого сложения. Но эта станция была уже 10 метров глубиной. Ну, а эта станция уже на ощупь не на сколько-то метров. Потому что я вам говорю, что тут располагается так. Ну, да, блин, забыл сказать. Потому что тут располагается еще панно там. Там нет, не панно, а говорится там. Сам память какую-то там. Максим Горький, что ли, да, наверное. Да, 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 точно. Нет. Это подходит только для Петербургского метро. Слишком, да. Так. Не совсем говорят, что я могу у вас снять обзор станции метро Гойковская. Москва-Петербургского метро Плетена. Я вам сниму обзор послезавтра. Так, вот тут у нас располагаются тоже такие же маленькие панно. Да, тут многих таких штук. Но у меня нет. Ну, как говорится, что боковой зал я вам не смогу сегодня показать. Не вам. И сейчас я вам покажу, как выглядит боковой зал станции Соколи. Блин, Парк Культуры. А вот так-то и выглядит боковой зал станции Парк Культуры. Но у меня тут светильники такие же, только они не похожи. Да, панно тоже и сзади. Только я зашёл специально в этот интернет, который его звали так. Так, тут у нас сам боковой зал. Парк Культуры, сама такая станция и выглядит. Но про боковой зал ничего не расскажешь. Отвернёмся. Ну всё, я вернулся. Ну вот, какой я хорошо вернулся. Но у меня манька сбросился, к сожалению. Ну да, вот такая они похожая вот светильники такие. Да. Вот так. Вот такой план я вам показал. Да, и сегодня я вам показал две новые... И сегодня я вам показал станцию метро Парк Культуры Соколической Кольсовой Линии. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok